Здравствуйте, это программа Город С и Елена Чернявская. Общественный транспорт Самары все чаще становится предметом для обсуждения в СМИ. Это обращение граждан о том, что транспорт едет переполненный, на некоторых маршрутах автобусы без кондукторов, платить водителю неудобно, да и ждать приходится. Повышение цен на проезд. Вот поговорить о всех проблемах я пригласила сегодня в студию заместитель и руководитель департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрия Михайловича Топилина. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, тема актуальная, злободневная. Я недаром сказала, что в СМИ последнее время вот как раз участились разговоры, но главная тема, конечно, это повышение платы за проезд. Но начать предлагаю с такого вопроса. Скажите, а насколько вообще сегодня составляет экономически обоснованная стоимость за проезд? Ну, конечно, я понимаю, что из-за пандемии пассажиропоток снизился, доходчики, доходы перевозчиков тоже, верно, я понимаю? Да, все так и есть. У нас действительно в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, когда стали вводиться различные ограничительные меры, это сразу же, незамедлительно сказалось на пассажиропотоке. Вот вторая половина марта провальная, апрель полностью был провальный, когда у нас потери составили где-то до 50% по некоторым видам транспорта, даже чуть выше. Ну, это когда были нерабочие дни, в том числе по всей стране объявлены, понятно, что люди остались по домам, транспорту возить было фактически некого. Потом у нас происходило постепенное выравнивание пассажиропотока, немножко он подрос. Осенью началась история со второй волной, и опять мы просели. И в этом году, там, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, но вот если брать в совокупности, то в 21 году мы везем пассажиров столько же, сколько и в 20, и ощутимо меньше, чем в 19. Это сказывается на всех перевозчиках, это влияет на ситуацию в целом в транспортной отрасли, на это накладывается тот факт, что за два года, когда последний раз изменялась стоимость проезда, вообще-то изменилась цена на ГСМ, увеличилась стоимость электричества, а у нас метрополитен, трамваи и троллейбусы, это целиком электрический транспорт, да. Газомоторные автобусы, ценник на газомоторное топливо тоже подрос, в общем, и в этой ситуации вот администрация сделала то, о чем говорили в конце 19-го года, когда последний раз меняли стоимость проезда, тогда затвердили, что она два года пересматриваться не будет, и вот два года она и не пересматривалась. Ну, то есть я правильно понимаю, что последний раз пересматривали стоимость проезда именно в 2019-м году? Это был декабрь 2019-го года, и новые вот эти 29-32 параметры нашей платы за проезд были введены с 1 января 2020-го года. Спасибо вам большое за ответ, сейчас предлагаю прервать наш разговор, но совсем ненадолго, и посмотрим видеосюжет. В Самаре рассматривается вопрос о необходимости изменения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Чтобы предложенные варианты корректировок устраивали большинство горожан, в администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Весомых предпосылок для индексации множество. Из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса, снизился пассажиропоток. В 2020 году по отношению к 2019-му он уменьшился более чем на четверть, и вот по оперативным данным 2021 года мы видим, что он примерно на таком же уровне и остался. Частично финансовые потери из-за уменьшения пассажиропотока компенсированы субсидиями из бюджетов различных уровней. Однако даже с учетом принятых мер недополученные доходы перевозчиков, например, в 2020 году составили свыше 400 миллионов рублей. На фоне снижения выручки увеличились расходы. Выросла цена на топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запчасти. Помимо этого, перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава. Закупаются рециркуляторы очистки воздуха. Также перевозчики испытывают дефицит кадров. Средняя по отрасли неукомплектованность штата водителей и кондукторов составляет 30-40%. Основная причина оттока сотрудников – неконкурентоспособная зарплата. Ожидается, что корректировка тарифов позволит, если не справиться полностью с кадровым дефицитом, то как минимум повысить зарплаты действующим сотрудникам. Сегодня, мне кажется, очень действенно показала свою работу трехсторонняя комиссия и вообще социальное партнерство на территории городского округа Самара. Уверенно, это позволит сохранить трудовые коллективы, а коллективы транспортных предприятий, многотысячные коллективы, сделать эти места более привлекательными. Перед заседанием трехсторонней комиссии был подготовлен ряд предложений по корректировке тарифов. Сегодня был озвучен наиболее оптимальный вариант. Выслушав аргументацию, члены комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен. По итогам предложено увеличить стоимость проезда на 10%. С 29 до 32 рублей по безналичному расчету и с 32 до 35 рублей за наличный расчет. Для льготников поездок по картам школьника и студента социальным картам предлагается провести индексацию всего на 6,4%. Увеличение стоимости проезда исключительно на уровне роста МРОД, установленного правительством Российской Федерации. И это ниже уровня прогнозируемой по данным Центробанка инфляции. Важно и то, что остается социальная направленность. Главный леймотив в данной ситуации у людей на сегодняшний день, вот мы говорим, я говорю о социальном блоке, где у нас там и студенты, и школьники, и люди, которые пенсионеры, и кто пользуется льготным проездом транспортом, по МРОДу, и мы даже не пошли по уровню инфляции, а остановились именно на этом. Понятно, любое повышение для граждан, это хоть там на 50 копеек, хоть на 20 копеек, но это не из приятных, но я думаю, что понимание и этот взвешенный подход, он точно найдет понимание в большинстве своем и в коллективах, потому что за этим стоит и трудовые коллективы, за этим стоят и вообще работа транспортной отрасли. Карты на разовые поездки для школьников и студентов предложено сделать дороже лишь на 1 рубль. Тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников предлагается повысить на 40 рублей до 640 рублей, для студентов – на 50 рублей до 850 рублей. Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок. Повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей до 330 и 660 рублей. Стоимость безлимитного проездного для остальных граждан, согласно расчетам, составит 1985 рублей. В отношении поездок по социальной карте жителя Самарской области стоимость проезда не изменится. Она составит 270 рублей в месяц за 90 поездок, то есть по 3 рубля за поездку. При достижении лимитов 90 поездок пассажиры по социальной карте жителя Самарской области не высаживаются из общественного транспорта. Отметим, что половина пассажиров – это льготники. Преимущества для них предусмотрены не во всех городах страны. А по сравнению с рядом крупных городов, где такие возможности есть, в Самаре максимально льготные условия оплаты проезда. На трехсторонней комиссии были озвучены и новые инициативы. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов, медиков и работников социальных служб. Перед окончательным утверждением тарифов планируется рассмотреть вопрос об их адресной поддержке. После того, как предложения по установлению тарифов будут сформированы окончательно, их направят на согласование в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Только после этого тема индексации стоимости проезда будет вынесено на рассмотрение тарифной комиссии. Напомним, последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. Двухлетний мораторий в части сохранения тарифов был выдержан. По заверению городских властей, новая стоимость проезда также останется неизменной в течение следующих двух лет до конца 2023 года. Скажите, пожалуйста, Юрий Михайлович, о возможностях оплаты проезда прошу сейчас вас рассказать, чем можно воспользоваться? У нас есть довольно-таки обширное тарифное меню для пассажиров, которое предусматривает различные способы оплаты проезда и рассчитано как на тех, кто постоянно пользуется транспортом, так и на тех, кто совершает какие-то там разовые, эпизодические, может быть, не каждодневные поездки. Ну, первое, это исконное, историческое, вот к чему все привыкли, можно зайти в салон автобуса, трамвая, троллейбуса, найти там кондуктора и приобрести у него билет за наличные средства. На сегодняшний день это 32 рубля, вот нами сформированы предложения об изменении этой стоимости до 35 рублей, и это специальный у нас такой, можно называть его гостевой тариф, можно называть заградительный тариф. Это тот тариф, от которого мы на самом деле стараемся уходить, потому что в современном мире есть возможность оплачивать проезд по безналичному способу. Это намного удобнее и пассажирам, и транспортным предприятиям, потому что отпадает вопрос с инкассацией сразу же. И вот тариф по безналичному расчету у нас составляет 29 рублей, вот с нового года выработано предложение, на 3 рубля его увеличите, сделайте 32, то есть вот эта разница, сейчас она составляет 3 рубля, вот 29 я плачу по безналу, либо 32 за наличку, она будет сохранена. Мы видим, что эта разница, она положительно сказывается на структуре пассажиропотока, потому что вот в 2019 году, когда у нас не было, вот там без разницы, платишь ты наличкой или по безналу, то мы видели, что оплата наличными, это вот треть пассажиров платили именно так. На сегодняшний день наличные платежи это всего лишь 14%, то есть там почти в 2,5 раза эта доля уменьшилась. Уходят все-таки от наличных денег, да? Связано это еще с тем, что последние 3 года у нас во всем транспорте внедрена возможность платить банковскими картами, сегодня они есть практически у всех, вот зарплату в основном люди получают на различные банковские карты, вот эта карта, она прикладывается к валидатору у кондуктора и по ней пробивается билет. Точно так же есть возможность платить, вот сейчас все уже технологичные стали, эти карточки привязываются к телефонам, у кого-то они привязываются к часам, вот всеми этими бесконтактными устройствами так же проект можно оплачивать. Более того, по ряду трамвайных маршрутов, те, что идут через весь город, это пятерка, это 20-й, это 22-й, у нас закуплены валидаторы, около каждой двери, как пассажир входит, там на поручне висит валидатор, к нему можно также прислонить, там телефон поднести, карточку свою бесконтактную, и вот самообелечивание происходит такое. Осуществить платеж. Скажите, пожалуйста, а если вдруг, ну бывает такое, оборудование сломалось, либо не работает, как быть в таком случае, пассажиру нужно ехать, ну а вам, как транспортникам, нужно получить плату за проезд? Ну, вообще-то оборудование должно работать, и это забота перевозчика. Конечно, на бытовом уровне, если у кондуктора там сбоит этот терминал, допустим, он может предложить пассажиру оплатить проезд, ну там другими способами, с наличными у него средствами с собой, но если у пассажира по какой-то причине этих там нету этих денег, то его, конечно, ни в коем случае там нельзя высаживать, там говорить, что он является безбилетным. То есть это нарушение права, да? Да, у него есть при себе платежный документ, допустим, там транспортная карта или банковская карта, на которой деньги есть и можно ими оплатить, поэтому вот это все должно регулироваться перевозчиком. Вообще-то на маршрут выходят вот с проверенным оборудованием, конечно, могут быть там какие-то технические моменты, когда автобус или трамвай едет, и в пути с ним что-то произошло, но на этот случай тоже есть возможности там подменить на ходу его там заменить на исправный рабочий и так далее. Скажите, пожалуйста, внесены ли изменения вот в такую часть вопроса? На длинных маршрутах, к примеру, 410-й, который следует от ЖД вокзала до Красного Яра, оплата происходит от остановки, от начальной, там середины, конечной, но разная оплата в зависимости от дальности проезда. На городских маршрутах эта плата фиксирована, либо тоже человек платит от дальности своего следования? Смотрите, 410-й маршрута, которым вы спросили, этот маршрут классифицируется как межмуниципальный, и городская администрация его работу не регулирует, но по опыту мы знаем, что областные маршруты, они работают по нерегулируемым тарифам, то есть там сам перевозчик устанавливает цену проезда, и его законодательство в этом случае не ограничивает, он хоть вот там за каждую остановку может брать дополнительные средства. Что касается городских муниципальных маршрутов, у нас цена единая, неважно, там, если даже вы едете через весь город, вы платите единый этот тариф, никаких там доплат за дальность, за количество остановок или там за какие-нибудь тарифные зоны, ничего такого нет. Стоимость проезда единая для всех, более того, она одинакова для всех видов транспорта, это и трамвай, и автобусы, и троллейбусы, в метро, везде цена одна и та же. Льготники, пенсионеры, студенты, школьники, как будут оплачивать проезд, и здесь какова будет цена? По льготной категории мы всегда относимся к вопросу изменения стоимости проезда с особой тщательностью, потому что, во-первых, понимаем о том, что это в принципе мы ведем речь о тех категориях, которые в той или иной степени там менее защищены в социальном плане, также мы всегда держим в уме, что по сравнению с другими крупными городами, с нашими соседями, там с миллионниками, в Самаре одни из самых таких щедрых льгот, то есть такой цены проезда там для студентов и школьников, как в Самаре, нет практически нигде. Вот сейчас у нас школьник едет за 15 рублей 60 копеек, студент едет за 16 рублей, сразу кто там не знает, хочу оговорить, что эта сумма списывается с электронной карты, это никто копейки там не пересыпает из ладошки в ладонь. Вот, и наше предложение заключается в том, чтобы вот эту стоимость изменить на 1 рубль в сторону увеличения и для студентов, и для школьников. Это достаточно щадящий, вот как нам кажется, вариант. Точно так же незначительное повышение касается безлимитных проездных, которые есть и студент, и школьник, и единая безлимитная транспортная карта у нас. Мы предлагаем по ним стоимость проезда повысить на 6,4%. Это та сумма, на которую правительство Российской Федерации повышает минимальный размер оплаты труда, и мы при этом говорим, что вот эта наша индексация, она фактически будет охватывать 2 года, то есть 22 и 23 пересматриваться она не будет. Ну, получается, мы даже ниже уровня инфляции вот эту цену меняем проезда. И отдельно нужно оговорить вот о пенсионерах, которые совершают поездки по социальной карте жителей Самарской области. Вот тут не меняется ничего. 270 рублей цена как была, так и осталась. Месяц. Да, за эти деньги можно совершить 90 поездок, то есть 270 делим на 90, получается, одна поездка стоит 3 рубля всего лишь, и при этом, если лимит поездок исчерпан, то мы продолжаем такого пассажира ввести. То есть вот за наличный расчет предложено 35, у самой льготной категории есть возможность ехать за 3 рубля, то есть в 10 раз дешевле. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, когда эти все нововведения вступят в силу, то есть когда реально готовиться к повышению? Наше предложение заключается в том, чтобы опять пересмотреть с 1 января 2022 года. Вот у нас прошла трехсторонняя комиссия в администрации с участием представителей Федерации профсоюзов, городской общественной палаты, союз работодателей участвовал. Эти все предложения поддержаны, замечаний ни у кого не последовало. Дальнейшие наши действия нам предстоит провести тарифную комиссию в администрации, после чего мы подготовим постановление главы городского округа Самары об изменении стоимости проезда. Рассчитываем, что в этом месяце оно будет подписано, и вот там эта дата будет зафиксирована. С 1 января 2022 года. 2022 года. Хорошо, давайте поговорим об организации маршрутов. Скажите, сколько их организовано в осенний период? Есть ли сезонность, и вот меняется ли эта цифра, как вообще отслеживается сейчас пассажирпоток? Наши маршруты, они делятся на две категории. Есть маршруты городские, это вот те же самые автобус, трамвай, троллейбус и линия метро, и с ними не происходит ничего. То есть у них сезонности нет, они вот какие есть, в таком формате они работают. И есть у нас дачные маршруты, их 29 у нас всего. Они работают в сезонном формате, во-первых, они в принципе работают только с мая по октябрь, то есть вот этот весенний-осенний период. И внутри этого периода у них есть тоже там некая градация. Вот в летнее время, когда там температура, условия все есть и так далее, эти маршруты ходят там несколько раз, и по выходным, и по рабочим дням в течение недели. В октябре они начинают работать уже по сокращенному графику, там только по выходным, там корректируется время отправления и возвращения, ну там ближе к световому дню. И с ноября месяца эти маршруты у нас работать прекращают планово. Вот в этом году мы отработали в своем нормальном вот этом режиме. Тоже увидели там определенное снижение пассажиропотоков в связи там с известными обстоятельствами. Оно, правда, не такое большое, как по городским маршрутам, но оно есть. Вот. Что касается городских маршрутов, они у нас хоть фиксированы, но мы не говорим о том, что они вот раз и навсегда зафиксированы и вот никак не подвергаются корректировке. Нет, это живой организм. Мы постоянно что-то корректируем, где-то смотрим на предложения наших пассажиров, где-то сами что-то отрабатываем. Ну вот из последних примеров на Красной Глинке автобус номер один, его продлили маршрут, он раньше конечная была автостанция Красная Глинка, теперь улица Батайская, там на две остановки его продлили. Вот у нас по линии антикоронавирусных ограничений отрабатывали с транспортными предприятиями и с промышленными производственниками. Вот есть там какой-нибудь условный авиакор или металлист, мы с ними проговариваем, когда начинается рабочая смена, там у многих предприятий графики разнесены, смотрим, чтобы работа транспорта была привязана к началу смены, если что-то надо, двигаем, там добавляем. Но вот по запросу одного из промышленных предприятий, не так давно на 13 маршруте трамвая там сделали, чтобы с утра ездили исключительно двухвагонные поезда, чтобы вот все рабочие могли попасть там по своему графику к началу рабочего дня. Вот по троллейбусам тоже корректировку такую производим, по автобусам. Вот в этой части наша работа, она, наверное, никогда и не заканчивается. Ну, то есть вы хотите сказать, что работаете и ведется активная работа с обращениями граждан. Это, ну, сейчас, наверное, выпьет обстановку менее, да, наложен личный прием. Наверное, это все-таки соцсети. Вот как вообще граждане уже отреагировали, я уверена, в этом, к последним новостям о повышении маршрута? Ну, во-первых, нужно сказать, что действительно у нас идет активная работа в социальных сетях, и она идет по различным направлениям. Если там когда-то мы начинали, у нас был только Твиттер, то сейчас это и Инстаграм, даже, может быть, более активно и одноклассники различные, там и ВКонтакте, и так далее. Плюс у нас есть отдельные системы, в которых мы служебных, так сказать, работаем. Это система платформы обратной связи, система инцидент-менеджмент. У нас не так давно создан муниципальный центр управления на уровне города, который курирует вот все обращения, которые поступают в социальных сетях, там аккумулируют и в специальной форме нам показываются. Вот мы эти обращения все отрабатываем, и там есть два критерия. Мало того, что мы должны в достаточно сокращенные сроки дать ответ, там еще и заявитель, у него есть возможность поставить этому ответу оценку по пятибалльной шкале, вот в зависимости от того, удовлетворил его этот ответ, или не удовлетворил. И, ну, здесь это не только вот там департамент транспорта работает, все структурные подразделения администрации вот в этой системе функционируют. За нами есть вот курирующий нас руководитель, который потом смотрит сводную информацию, там строит некие рейтинги, вот кто дает ответы вовремя, кто может быть с задержкой, кому там пятерки ставят, кому, может быть, ниже оценку ставят. Ну вот мы где-то в середине там находимся в этом рейтинге. Хорошо. С учетом эпид-обстановки, в каком режиме сейчас обрабатывается транспорт, ну и, конечно, масочный режим? Эти все вопросы у нас тоже сохраняются и будут действовать впредь, там до особого распоряжения оперштаба, которая, ну, по крайней мере, пока вот санитарно-эпидемиологической обстановкой не позволяет нам перестать это делать. Санитарная обработка происходит в ежедневном режиме, в основном это вечернее и ночное время, то есть таким образом, чтобы перед выпуском на линию весь у нас подвижной состав, он был обработан, ну, во-первых, там мойку проходят автобусы и трамваи, троллейбусы у нас, и внутри салона проводится тоже влажная уборка с применением специальных веществ, там хлорсодержащие, в основном они разные, там хлорамин-Б, сульфатофлорин, перекись водорода используется иногда. Это вот в первую очередь отрабатываются все поверхности, где возможен контакт с пассажиром, поручни, спинки сидений, кресел пассажирских, вот, там валидаторы, может быть, вот эти, ну и все остальные поверхности в том числе. Масочный режим также у нас сохраняется, у нас в ежедневном режиме проводятся рейды по проверке, по контролю за соблюдением вот этого масочного режима. Мы действуем совместно здесь с добровольной народной дружиной, с органами полиции, у нас всегда на неделю вперед есть составленный график, где по дням расписано, где мы в утренние часы проводим эти мероприятия, где мы днем проводим контроль, где мы вечером его осуществляем. Система такая, вот на остановке стоит вот эта межведомственная группа, подходит там транспорт, будь то трамвай, там будь то автобус, он останавливается, мы в него заходим совместно с сотрудниками полиции и проверяем, чтобы пассажиры все были в масках. Причем эта маска, она вот не на одном ухе, там не на подбородке должна где-то быть, а закрывать плотно нос и рот. Так, как это требуется, чтобы это средство индивидуальной защиты действительно защищало и самого пассажира, и всех окружающих. Периодически, вот нельзя об этом не сказать, к сожалению, находятся пассажиры, которые по той или иной причине маску не хотят надевать. Вот речь не идет о том, что нет у кого-то маски там. Даже если кто-то забыл, вот чаще всего там соседний пассажир сразу достает запасную, там предлагает надеть. Вот, но встречаются люди, которые говорят, нет, я маску носить не буду. Антимасочник, да? Я считаю там, или ковида этого не существует, или я считаю, что требование носить маски незаконно, или я там еще по какой-то причине этого делать не хочу. Ну вот такие люди встречаются. На этот случай нам в помощь сотрудник полиции, тут же на месте это все дело актируется, составляется протокол административный, статья 20.6.1, штраф до 30 тысяч рублей, и отправляется в суд на рассмотрение. Вот сейчас в среднем в неделю в районе 20 таких протоколов составляется. Вообще мы эту работу ведем с сентября прошлого года, и уже перевалили там за полтысячи суммарно по таким протоколам. Спасибо большое, вот так быстро пролетело время. Благодарю вас за очень содержательную беседу, и хочу в конце предоставить вам заключительное слово, подводя итоги, может быть, и года тоже в целом. О чем стоит сказать, о чем стоит не забывать, ну и, конечно, заключительное слово, пожалуйста. Ну, я бы хотел сказать о том, что у нас вот 20 ноября, совсем скоро будет День работника транспортной отрасли. Это новый для нас праздник, его только в прошлом году вот учредили и ввели. Поэтому, пользуясь случаем, я поздравляю всех, кто имеет отношение к работе транспорта. Это не только там водители, кондукторы, механики, слесари, там административный персонал, но и вообще все, кто там так или иначе имеет к этому отношение. Там какие-нибудь логисты, может быть, там сотрудники полиции транспортной, транспортной прокуратуры, вот контролирующие у нас есть органы, автодорожного надзора. Вот спасибо вам за ту работу, которую вы... Не всегда она, может быть, всем заметна, но вы ее в ежедневном режиме выполняете, а вот в нынешнее время она еще, наверное, и сильно тяжелее, чем обычно. Спасибо вам и будьте здоровы. Не болейте ни вы, ни ваши родные, ни вот этими новомодными инфекциями, ни какими другими болезнями. Ну, а я присоединяюсь к вашим словам. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, рассмотрели программу Город ТЭС. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok